Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». Две чеченские войны разрушили жизни сотен тысяч людей. И спустя 200 лет после завоевания Российской империи Кавказа, когда родные дома покидали чеченцы, в конце 20 века началась новая волна иммиграции. Как и в начале 19 века, сопротивление горцев жестоко подавлялось, вынуждая людей или приспосабливаться к новой жизни, или искать убежище за границей. В России по-прежнему к ним относятся как к изгоям, а там, в Америке или Европе, они продолжают жить и сохранять свои традиции, сохраняя надежду на возвращение. Наша сегодняшняя передача посвящена чеченцам-эмигрантам, которые приехали в Тбилиси на первый чечено-грузинский форум. И прежде чем познакомить вас со своими гостями, предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный моим коллегой Георгием Кокобадзе. Встреча с отечественниками, учащимися в университете Ильи в Тбилиси, была первой в программе визита чеченских эмигрантов, приехавших в Грузию для участия в чечено-грузинском форуме. В грузинских вузах учатся несколько десятков студентов из Чечни. И встреча с земляками, живущими за границей, вызвала у них большой интерес. Возможность получения образования за рубежом является очень важной для молодых чеченцев, для чеченцев, которые проживают в Чечне или же проживают в диаспорах за рубежом в Европе, в Северной Америке. И, конечно же, мы очень благодарны Грузии за то, что организовываются места в университете, которые позволяют студентам из Чечни приехать в Грузию и получить качественное образование. Мы, конечно, поддерживаем связь с чеченцами из эмиграции. Современные средства связи это позволяют. Мы рады использовать эту возможность, конечно. Но, как говорится, вживую увидеть это совсем другое. Как бы потрогать своими руками и пообщаться так напрямую. Более создается впечатление о человеке. Поэтому такие встречи, конечно, более необходимы. Для участия в форуме в Тбилиси приехали чеченцы, проживающие как в европейских странах, так и за океаном. У каждого из них своя судьба, своя трагическая история, связанная с войной, разрушением, гибелью близких и, наконец, вынужденной эмиграцией. Журналист Майербек Тарамов освещал военные события во время первой и второй чеченской кампании. Из-за угрозы расправы со стороны федеральных сил был вынужден покинуть родину. Последние годы проживает в Швеции, стал гражданином этой страны и продолжает активную журналистскую и правозащитную деятельность. Всевышний даровал человека, дал ему высшую награду – это свободу. И этой свободой надо пользоваться, в том числе свобода слова, свобода действий. Этой свободой мы, чеченцы, находящиеся вне предела Чечни, пользуемся. В отличие от тех людей, от тех чеченцев, которые находятся в оккупированной Чечне, у них нет абсолютно этой свободы. По разным данным, во время войны в Чечне погибло от 250 до 300 тысяч жителей. Еще полмиллиона были вынуждены покинуть дома и стать беженцами. Часть беженцев после окончания активной фазы войны вернулась домой, но многие, из-за боязни расправы и преследований, решили найти убежище в других странах. Грузия была первой страной, принявшей беженцев из Чечни. Часть из них осталась в Грузии, но большинство со временем эмигрировало в страны Европы и Северной Америки. Общее количество чеченских беженцев в этих странах превышает 100 тысяч. Многие из них покинули Чечню еще детьми, но тем не менее, хорошо сохранили свой язык и традиции. Я уже 8 лет живу в Канаде. Запад и западная цивилизация сыграли очень важную роль в жизни молодого поколения чеченцев, эмигрировавших туда из-за войны. Мы получаем образование, учимся принимать независимые решения. Мы не похожи на зомби, в отличие от молодого поколения, живущего в Чечне. Им там постоянно промывают мозги. Для чеченцев, живущих далеко от своей родины, самое большое желание связано с возвращением на родину. Но они уверены, что в сегодняшней Чечне, где каждый день исчезают люди, им не место. Кучая по родине, я хочу туда попасть, но опять же, из-за моих взглядов, из-за моей позиции, я просто не могу находиться там. Потому что максимум я смогу прожить там, может быть, день. Если я выйду куда-то и скажу о своей позиции, буду говорить со своими сверстниками об этом, то спецорганы, которые занимаются зачистками таких людей, которые свободно пытаются выражать свои мысли, они просто не дают возможности общаться на территории оккупированной Чечне. Чечено-грузинский форум продлился пять дней. За это время гости встретились как с представителями научной среды, так и с политиками. Среди мест, которые посетила чеченская делегация, был и мемориал грузинским солдатам, отдавшим свою жизнь за независимость Грузии. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы сегодня говорим о чеченцах-эмигрантах, приехавших в Тбилиси на первые чечено-грузинские форумы. Представлю своего первого гостя, это Адлан Тарамов, который живет в Канаде. Адлан, периодически проводятся конгрессы, всемирные конгрессы чеченского народа. Периодически чеченцы собираются где-то для того, чтобы обсуждать свои проблемы, проблемы эмиграции или, может быть, проблемы самой Чечни. Зачем вы сейчас приехали в Грузию? Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать о том, что периодически проходят вот эти встречи, конгрессы, и они имеют, они сосредоточены на разных темах. В основном, конечно, они происходят в эмиграции, в диаспорах, за рубежом, в Западной Европе. И они являются частью закономерного процесса, естественного процесса, где люди, которые разделяют какую-то общую судьбу, какие-то общие ценности, какую-то культуру и какие-то, может быть, цели, они собираются для того, чтобы обсуждать проблемы, которые существуют в их обществе, для того, чтобы поделиться каким-то опытом, может быть, для того, чтобы скоординировать какие-то действия для решения проблем, которые стоят перед данными общинами, перед, может быть, целым народом. На данный момент мы находимся в Грузии. Мы приехали в Грузию на чечено-грузинский форум, целью которого является, в первую очередь, общение, в первую очередь, общение и попытка наладить контакты, попытка понять, перед какими проблемами стоят, допустим, грузинское общество, чеченское общество, также чеченские диаспоры, которые находятся за рубежом, попытаться найти какие-то точки взаимодействия, где, может быть, их интересы или чаяни могли бы совпасть. И также посмотреть, чем мы могли бы помочь друг другу, также посмотреть, что Грузия могла бы сделать для чеченских диаспор, за рубежом для чеченского народа, для Северного Кавказа. И мы надеемся, что она будет очень плодотворной, и все очень настроены на позитивный какой-то результат. Когда вы говорили о вот этих конгрессах, которые периодически происходят в эмиграции в разных странах, какое количество сейчас эмигрантов из Чечни? На данный момент в результате двух чеченских войн в Западной Европе, по разным оценкам, находится около 100 тысяч чеченских беженцев. Многие из них уже получили и постоянное место жительства, часть из них имеет и гражданство. То есть эти люди являются вполне интегрированными в данные общества. Они интегрированы, они также ощущают себя полноправными гражданами этих стран. Они, конечно же, обучаются многим новым вещам, многим, если можно так сказать, свободам, привыкают к свободам, которых у них не было на родине. Также реабилитируются после долгих войн и стресса, и молодежь учится в университетах, получает западное образование. А в чем задача эмигрантских организаций? Их, наверное, много. И в каждой стране, где живут сейчас чеченцы-эмигранты, это не только привыкание к новой для себя жизни, это, видимо, и поиск работы, учебы. Да, безусловно, в жизни любого эмигранта, в жизни любого человека, который приехал в новую страну, в новую культуру, в новую среду обитания, его жизнь разделяется на две части. В первую очередь, это выживание в новой среде, интеграция, поиск работы, безусловно, обучение языку, сделать все возможное, чтобы дети получили достойное образование, стали полноправными гражданами. И одновременно всегда существует другая задача, и тоже такая первоочередная, далеко не второстепенная задача. Это задача сохранения культуры, сохранения самобытности этих людей, сделать так, чтобы дети эмигрантов не потеряли свой язык, не потеряли связь с родиной, с корнями, также связь со своими родственниками. Те, которые могут, те, которые имеют возможность, часто навещают раз или два в год своих родственников в Чечне. То есть приоритеты такие, интеграция в общество для того, чтобы быть успешными в жизни и быть полноценными гражданами. И вторая, безусловно, это сохранение культуры, сохранение языка, сохранение ценности и попытка избежать ассимиляции. Вот эти первоочередные задачи. И, соответственно, организации, которые создаются на Западе диаспорами, они отвечают этим чаянам, этим задачам. Эти организации нацелены на то, чтобы помочь друг другу, чтобы беженцы и эмигранты могли поделиться опытом. Допустим, если кто-то приехал пораньше, он может подсказать новым эмигрантам, где легче найти работу, где лучше учить язык, какие ошибки лучше не допускать. И одновременно это дает возможность, площадку, это дает форум для общения, для того, чтобы они поддерживали контакт друг с другом, создавали школы, чтобы дети в возрасте 5-6 лет могли научиться чеченскому языку, например, в чеченской общине. Это реальная проблема, когда люди переезжают в другую страну, их дети вырастают там, в этой стране, но они не разговаривают на чеченском языке, а родители не успели еще так хорошо выучить, допустим, английский, либо французский, либо немецкий. И получается ситуация, где родители не так еще хорошо говорят на языке страны, но дети говорят. Но есть недостаток коммуникации, именно общения, где они не так хорошо говорят на русском языке. Но вы осознаете, что это на самом деле очень трудно сохранить, потому что пример, допустим, русской эмиграции с 1917 года или грузинской эмиграции, где внуки уже тех эмигрантов, которые попали в Европу, уже почти не говорят по-грузински. Безусловно, мы осознаем это, и нужно также учесть фактор долгосрочности, то есть в долгосрочной перспективе, да, это вполне понятно. Но одновременно нужно учитывать, что мы живем в новом веке, в веке информационных технологий, где мы можем, знаете, нажав на кнопку, говорить со своими родственниками на другой части планеты. И нужно учитывать, что цифровые технологии сделали культуру, культуру, информацию о своей культуре, язык, будь то танцы, музыка, более доступными, более широко доступными, их легче сохранить, их легче записать. Вот. И кроме того, у нас есть все-таки оптимистичный взгляд на данную ситуацию, потому что во многих общинах создаются школы для детей, создаются также организации молодежные. Примером тому могут быть молодежные клубы, молодежные ассоциации, также, например, Всемирная ассоциация чеченских студентов, целью которой является... Которую вы создавали. Которую, да, мы создали в прошлом году. Целью этой организации, например, является продвижение образования среди чеченской молодежи и сохранение культуры. Почему мы имеем такие цели? В первую очередь мы понимаем, что в современном, глобальном, динамичном мире образование играет ключевую роль для тех, кто хочет быть успешным и кто хочет быть конкурентоспособным. И поэтому мы считаем, что очень важно продвигать и попытаться сделать более привлекательным для нашей общины образование, особенно университетское образование, послешкольное. В то же время культура для нас очень важна, потому что смысла нет, если мы просто на все продвигаем образование и становимся успешными как индивидуумы. Это хорошо, но если мы теряем себя как общину, это теряет как бы цель, смысл. Поэтому культура, сохранение культуры, создание классов чеченского языка, также общение между молодыми людьми, чеченцами, дать возможности им общения, сохранять свою культуру, свои обычаи. Это является как бы двумя приоритетами. Это примеры тех организаций, которые существуют за рубежом и чего они пытаются достигнуть. Спасибо, Адлана. Мы вернемся еще к нашему разговору. Я хочу представить еще одного гостя. Человек очень необычный. Женщина, которая прошла войну. Женщина, которая выдержала эту войну. Женщина, которая смогла сохранить чеченский дух. Рубати Мусаева, вы давно не видели Кавказа? Ах, 12 лет уже. И какие ощущения? Ощущения? Я еще наполнена эмоциями. Было очень тяжело. Можете мне объяснить, как для человека, который живет в Германии, сохранить кавказский дух, сохранить отношение к Кавказу, сохранить то достоинство, которое, может быть, для такой страны, как Германия, имеет свои особенности. А вот для кавказца это все-таки другое отношение и к жизни, и отношение даже к воспоминаниям. Вы знаете, в Германии я уже 9 лет живу. До этого я жила и в Турции, и в Азербайджане. Но за эти 9 лет я осознаю, насколько я любила Кавказ. С каждым днем. Потому что чем больше я живу в Европе, тем больше я осознаю, что я просто без Кавказа не смогу жить. Рубать воюющая женщина не всегда правильно, потому что война все-таки это дело мужчин. Я согласна. Почему? Почему вы воевали? Я не воевала. Я спасала. На войне? Когда я действительно выходила на войну, у меня была большая причина на это. Когда русские оккупанты зашли в город, они зверски убили моего ребенка, что побудило меня, правда, идти на войну. И что самое интересное, я настолько была наивна, что я даже не могла себе представить, что военные, в которые я правда верила, как самых честных людей, что способны убивать детей. Но это как бы получилось так, что я сама это все испытала на себе. Я правда пошла воевать, мстить. Но когда я обратилась в штаб, это был первый человек, Аслан Масхадов, которым меня завели и представили, и сказали цель моя, почему я пришла на войну, он мне просто взял санитарную сумку, дал в руки и сказал, ты должна спасать. Вот. И после этого, естественно, я вывозила раненых, убитых. Это были и русские солдаты, мы передавали их в комитет солдатских матерей, непосредственно там Кирбасовой Марии проезжала, Сергею Ковалеву, вот как бы через них мы передавали этих солдатиков матерям, российским. А наших бойцов сопротивления мы сами увозили домой, ну и родственники хоронили их. Рубатия, чеченцы пережили за 200 лет столько ужасных историй, столько покалеченных судеб. Мы еще не говорили о том, что первая волна чеченцев, которые, потомки которых живут на Ближнем Востоке, в Иордании, в Турции, во многих других странах. Что вы думаете о будущем Чечни? Как возможно в эмиграции сохранить не только ностальгию, не только любовь к своей земле, но наверняка многие чеченцы думают над тем, в какой бы стране они хотели жить. В какой? Вы задайте этот вопрос даже ребенку маленькому чеченцу, он вам ответит сразу же, не думая, в Чечне, в свободной нашей Чечне, Вичкерии. А силу дает вера, вера в то, что мы не сомневаемся, что наш чеченский народ победит. Наши бойцы сопротивления до сих пор в горах, до сих пор идет война с российским оккупантом. Правда, есть такие люди, как Удугов и другие, которые делают пропаганду, что хотят показать этих наших бойцов сопротивления как террористов. Но на самом деле это все не так. наши ребята, я надеюсь на этих ребят, на то, что эти ребята освободят не то, что Чечню, но и весь Северный Кавказ. Рубатин, наверное, вам все-таки немножко повезло. Немножко повезло, я специально делаю такую оговорку, потому что если бы вы жили в России, то вам всегда было бы тяжело ощущать постоянное напоминание о том, что вы чеченка, но и с добавлением разных эпитетов, не очень хороших. Как чеченцы ощущают себя в эмиграции, в Европе, насколько они морально живут в благополучной среде? Я живу в свободной стране. У нас нет ограничения на свободу слова. Я живу в Германии. И я чувствую себя свободной женщиной в этой стране. И свободным человеком, который я могу говорить о своих правах, и защищать их. А в России, наверное, у меня и шанса не было бы выжить. Спасибо большое. Спасибо. Это была Рубатя Мусаева, которая живет сейчас в Германии. Человек мужественный. Адлант, совсем недавно в Грузии был установлен мемориал черкесам, пострадавшим во времена захвата Российской империи Кавказа. И приехали вы проводить чечено-грузинский форум. Как вы относитесь к тому, что Грузия провозглашает эту идею Единого Кавказа? И насколько чеченцы готовы работать вместе с Грузией для того, чтобы действительно объединить свои усилия в борьбе за свободу? Ну, по моему мнению, открытие мемориала черкесам, жертвам геноцида черкесов также новая стратегия грузинского государства в отношении Северного Кавказа являются очень важными. И, по-моему, очень много людей в диаспорах, в чеченских диаспорах, в северокавказских диаспорах возлагают надежды на то, что это принесет пользу как диаспорам, так же и людям, которые живут на родине. Данная стратегия провозглашает намерение развивать в долгосрочном плане направление неправительственных организаций, взаимодействие между неправительственными организациями Грузии, теми организациями, которые находятся на Северном Кавказе, так же в диаспорах, так же взаимодействие на культурном направлении, взаимодействие в спорте, сотрудничество в плане свободы слова, потому что скорее всего свобода слова сильно ограничена на Северном Кавказе. И дело в том, что Грузия могла бы быть таким форумом, знаете, такой площадкой, через которую информация могла бы выходить в мир, чтобы не было такой изоляции информационной, такой блокады и вакуума информации. В данном случае это было бы огромной поддержкой и диаспорам, в том числе, потому что диаспоры пытаются сохранить свою культуру, свои языки, пытаются сохранить связь с Родиной, и учитывая политическую ситуацию, это не всегда бывает возможно. И Грузия могла бы служить таким мостом, который позволил бы достичь этих целей. Так что большие надежды, я думаю, возлагают люди в диаспорах. Также мне хотелось бы сказать, что сегодня, например, мы посетили центры, допустим, Дом юстиции, также таможенный комплекс, и мы были, ознакомились с достижениями в плане реформ государственных институтов, полиции в Грузии. И я должен сказать, что это сильно впечатлило, оказало такое впечатление на нас, очень позитивное. И я думаю, что если стратегия Грузии по отношению к Северному Кавказу даст возможность оказать позитивное влияние на демократию, на свободу слова, на создание гражданских институтов, неправительственных организаций, гражданского общества, я думаю, что это будет полезно всем сторонам, даже если они не совсем дружелюбно друг к другу относятся, например, я думаю, это принесет стабильность на Северном Кавказе, потому что развитие гражданского общества и неправительственных организаций и свободы слова может принести только стабильность, уменьшение коррупции, развитие демократии, в том числе это поможет диаспорам поддерживать более прочную связь, иметь более долгосрочные контакты. И одновременно это усилит стабильность и безопасность самой Грузии. И одновременно, естественно, усилит связи Грузии с Северным Кавказом, потому что представлять себе Грузию или Северный Кавказ отдельно, ну, просто невозможно. Может быть, раньше, когда мы не знали, какой большой на самом деле этот мир, можно было представить себе, что, я не знаю, мы живем в этой деревне и вот те, которые живут в соседней деревне, совершенно другие люди и мы не хотим ничего с ними общего иметь. Но когда ты смотришь, когда ты побывал в других странах, когда ты видишь, насколько велико взаимодействие в других странах, как в других странах люди живут, взаимодействуют, различные регионы, культуры, то просто видеть Кавказ разделенным, ну, это просто невозможно. Регион слишком маленький, культуры исторические настолько сильно взаимосвязаны, что представлять будущее, где Грузия и Северный Кавказ и Азербайджан не должны развивать между собой культурные, экономические связи, гражданские связи, просто невозможно. Так что, по-моему, это естественный процесс и очень хорошо, что данная стратегия носит долгосрочный характер, а не политически какой-то конъюнктурно связанный такой краткосрочный характер. То есть, в этом плане у нас есть хорошие ожидания и надежды. Надеемся, что территория демократии будет расширяться. Спасибо большое, Адлан. Это был Адлан Тарамов. И в нашей передаче также принимала участие Рубати Мусаева. Она живет в Германии. Адлан в Канаде. Это была программа «Территория демократии». Радиоверсию этой программы вы можете слушать по четвергам, 18 часов, на волнах Радио Пик, на волне 106,4. Это в Грузии. А за пределами Грузии на сайте по адресу pik.tv. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин